всем привет сегодня у нас тема будет психологическая и я постараюсь ответить на вопрос который как правило хотя бы раз в жизни у каждой девушки и женщины встречался встречалась эта проблема эта ситуация вопрос том а почему после свидания либо парочки свиданий он мне не перезвонил или почему он пропал мне кажется в жизни каждой практически женщины но не про в жизни каждый была такая ситуация когда вы посетили свидание вас прекрасное общение с молодым человеком вас все устраивает на ваш взгляд да мы же сейчас рассматриваем со стороны точки зрения женщины девушки как она видит эту ситуацию что она себе накручивает надумывает что происходит все замечательно идеально вы сходили на классное свидание например на первое и после этого он пропал мне перезвонил очень часто девочки начинают спрашивать каких-то советов своих подруг когда перезвонить стоит ли перезвонить и многие сами перезванивают а будет ли это тем что я напрашиваюсь и лезу к нему то есть этот вопрос такой многогранный и практически все с ним сталкивались вообще растут очень длинные ноги в понижении самооценки само поедание и девушка знаете вроде бы ничего еще не началось толком подумаешь парень нам не перезвонил но у нее уже трагедия все-таки она настолько может себя накрутить что ну не впадь конечно в депрессию но пострадать месяцок или парочку недель есть такие девушки которые скажем так ну в некой степени вот это поражение принять не могут давайте я лукавить и обманывать вас не буду если парень после свидания либо вообще не когда вы в интернете чуть-чуть там как-то пообщались да это относится ко всем странам и народностям то есть у меня как бы больше тем конечно о турции но к туркам то тоже все относятся вообще никакой разницы нет все не общая психологическая тема я не буду лукавить и обманывать вас скажу честно да проблема вас что-то ему не понравилось как-то не так ответили именно словами теме на вопрос какой-то какую-то тему затронули да может быть вы чересчур надоедливо о себе рассказывали не интересовались личностью этого человека у него в голове могут быть свои критерии выбора девушки подбора которым просто пообщавшись с вами поближе помимо там переписки знакомства какого-то просто побыв с вами на свидание проведя вместе время рядом он понял что вы не его и этот факт стоит принять вы не можете во первых это никак опровергнуть принять то что он вам не перезвонил и перестал общаться от этого никуда не денешься это случилось насильно обернуть эту ситуацию вы никак не можете это выбор человека вы должны его просто принять и лезть также если вы начнете захотите лезть выяснять а в чем же дело а почему он все же так отреагировала почему у меня но не послал как бы игнорирует почему он мне не перезвонил почему он пропал вот лезть это спрашивать у человека писать смски искать с ним встречи не стоит точно во первых вы покажете себя не с лучшей стороны действительно назойливой особой и просто если вас главе от это вот то что я сейчас перечислила отражается это говорит о том что проблема лично вас про почему вас это беспокоит почему вам не наплевать скорее всего проблемы с заниженной самооценкой с уровнем ее либо вас могут быть расположены с каким-то невротическим отношением когда вы больше вкладываете в человека скажем так надежд каких-то цепляетесь вообще не можете чтобы вас оставляли даже после первого свидания причины могут быть разными но причиной однозначно вас они в том что человек совершил этот поступок вы знаете прекрасно что девочки если нравится в мальчик парень она уже знаете еще не исходя на первое на свидание она ну не скажу влюбляется но не уже такие фантазии как там знаете у некоторых это до паранойи доходит типа а как назовем наших детей она фантазирует как она уже видит мечтает в белом платье себя чтобы выйти замуж за него да то есть фантазии идут и желание женщины гораздо быстрее чем развиваются события на самом деле женщина это гораздо больше значения имеет она уже вперед в себе в голове накрутила а для парня это только притирка узнавание и понимание вообще а нужно ли ему это подходит ли ему эта женщина то есть процесс идет немножко медленнее и когда он понимает что она ему не подошла у женщины уже там планы были наполеоновские гораздо больше и второй пункт почему мужчина не перезвонил и почему скажем так избегает может быть не потому что он сломал ногу он утопил телефон либо телефон сломался у него нет моего номера продублирую кая ему соцсетях напишу сообщение напомню свой номер или о он меня избегает наверное у него сгорел компьютер он не может выйти в интернет а на работе у него этой возможности компьютера нет и вот эти вот всякие отговорки все 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 такое прочее нет не поэтому как правило мужчины на примете таких начала отношений заводит две а может быть и три даже девушки и вы просто на горизонте на горизонте с кем он сходил на свидание с кем он по переписывался например вы не одна и после этого свидания этой переписки скорее всего просто ему понравилась другая девушка либо он уже сходил даже с вами на свидание он же сделал свой выбор и просто этот выбор не вашу пользу и на вашем месте и девушки которую скажем так оставили да не продолжили отношения скорее всего может быть еще одна есть вас две вы не одна даже да как правило мужчины даже не из двух а из трех выбирают и в этом случае вы тоже никогда правду не узнаете и к сожалению тоже вам просто придется это принять другого выхода никакого нет а ситуация потому что эти обстоятельства зависит не от вас и человек с вами прекратил контакт искать его естественно подчеркиваю не нужно иметь чувство гордости достоинства самого личного и не надо лезть на рожон это будет все таки выглядеть не очень красиво эта ситуация в любом случае заканчивается вас таким образом вы можете либо как-то догадываться может быть когда-то узнаете правду но совершенно я думаю 90 процентов нет просто остается это принять если а вас это резонирует от кого от голоса какой-то внутри вашей души есть почему вы начинаете копаться то что все раньше перечислила у вас это очень больно задевает это повод покопаться в самой себе не в ситуации не в человеке не в том я не знаю там пойти волосы перекрасить как-то я внешне не очень верно выгляжу а я ему не понравился или еще что то нет почему вас вообще это отзывается и вас это очень сильно задевает а вот если уже эта история систематическая если вам не первый не второй и наверное уже не третий раз не перезванивают прекращают как-то общение мужчины мужчины ну как бы избегаю да нет продолжения отношений это уже повод задуматься и не в том плане что может быть я какая-то не такая плохая нет вина также полностью ваша но в том что вы ищите себе и находите подбираете мужчин которые изначально так отреагируют которую изначально общение с вами не продолжит когда это уже систематически происходит это повод задуматься тут корни идут гораздо глубже для того чтобы что-то вообще понять возьмите листочек и выпишите туда определенные характеристики вот этих парней которые вам не перезванивали отказывали так прерывали общение куда-то пропадали вы всегда найдете общие как сказать характеристики этих молодых людей что-то общее и скорее всего ни один и не два пункта у них будут между собой перекликаться и вот исходя уже анализируя эти общие пункты вы сможете понять что их объединяет они могут быть иметь разную работу физически как-то да внешне по-разному выглядят не одинаковый типаж это может быть и это общее вас приведет уже более-менее к самому корню проблемы может быть в этих общих чертах вы увидите начало своего папы например которого может быть у вас не воспитывал его не было либо вы сможете выйти нам очень у вас воспитывал на мужчину либо брата или еще кого-то члена вашей семьи мужского пола который скорее всего с вашего детства как-то на вас мог повлиять на ваше отношение к мужчинам что вообще собственно за этим кроется хоть какую-то наметку о чем-то подумать у вас уже по я появится да где покопаться в себя естественно с этой информации лучше идти обращаться к психологу буквально там несколько встреч но для себя самой не заниматься тупо копанием и самоиздевательством понижением своей самооценки думать что проблема во что вы какая-то не такая что вы к этому не то что больная да но я не знаю там страшная не умею общаться да и вообще стеснительно загонять себя да во что-то постарайтесь в этом просто разобраться сходить психологу который вам поможет до этого докопаться и установить саму проблему либо это психологическая проблема либо невротическая какая-то это уже детали да но вам помогут с этим разобраться чтобы в будущем такого не происходило потому что тратить время можно годами а парни которых вы будете выбирать подобного типажа какого-то поведения так и будут вас продолжать динамить а время идет и собственно тратить на это жизни как то каких-то отношений вам тоже хочется да на это не стоит женщины которые выбирают да вот это систематически происходит выбирают таких мужчин которые скажем так ну динамит каким-то образом до исчезают очень часто женщины и на самом деле бояться отношений либо их пытаются таким образом избегать изначально выбирает мужчину который не ответит взаимностью либо который исчезнет оправдывая себя тем что он например вот сломал ногу я не знаю не может прийти на свидание у него там что-то с телефоном случилось компьютером или еще с чем-то да то есть не хотят признавать самой себе в глубине души да что мне эти отношения не нужны ли я боюсь отношений скорее всего это страх конечно какой-то я боюсь ответственности я боюсь отношений я боюсь на повторение истории или еще чего-то поэтому мужчина который быстренько отказал вроде бы отношения не начались а попытку я уже сделала с меня взятки гладки я в домике можно искать теперь другого мужчину ой тоже к сожалению как-то он куда-то делся то либо обстоятельства могут меняться уже исходя из этого до 1 например после свидания не перезвонил другой там повстречавшись например отказал как-то у третьего нашлась девушка то есть он сходил на свидание а потом признался что у нас какие-то отношения серьезно то есть вроде бы как бы мужчины разные но итог то исход ситуации одинаковые получается отношения не получается построить да они никак не развиваются ли мужчина куда-то исчезает вот для вот этих случаев может быть вариант такой что девушка в принципе ищет специальности таких мужчин чтобы не получилось чтобы не вступать серьезные отношения потому что там есть определенные у нее какие-то заковырочки на эту тему о чем она бы не хотела вообще узнавать для себя до копаться в этом старается избегать таким образом так что девочки если вам парень не перезвонил просто примите это скорее всего вы просто не подходите друг другу даже несмотря на то как он вам понравился сильно какой он классный и как бы вы уже намечтали нафантазировали себе что я бы с ним там зажила я бы за него замуж вышла у нас будут такие красивые дети получились и еще что-то не бегите впереди коней и не надо бежать вперед в повозке все будет со временем но не забывать о том что человек тоже имеет право на как сказать на самоопределение в плане вас понять что нужны вы ему не нужны эти отношения это не преступление и если парень с вами сходил на свидание он не обязан на вас жениться и он не обязан с вами там продолжать общение он тоже имеет право выбора и может вам отказать и конечно сам вот этот факт избегания прерывания не перезвон и всего прочего обидно и некрасиво скажем так может быть немножко трусом но пока я не помню какое название этой статистики в общем по статистике где-то 80 70 процентов мужчин которые не перезвонили после первого свидания либо пропали в начале вот этого общения вроде бы все идеально было расовую куда ты и он делся этот парень эти мужчины просто не считают своим обязательством вам об этом говорить оповещать потому что для с его точки зрения ничего серьезного у вас еще и не было то есть он не считает а вот это встречу и свидания каким-то там отношениями ответственностью обязанностью просто не понравилось и просто не перезвонил трагедии глубины в этой ситуации вообще нет просто примите это но если вас это сильно резонирует и у вас это систематически происходит это повод задуматься и покопаться в самой себе скорее всего каких-то ваших проблемах более глубоко в душе да в вашем сознании что то есть почему вы выбираете таких мужчин я буду ждать ваших комментариев было ли полезным это видео может быть вы что-то поняли из того что я рассказала для себя что-то новое открыли задумались да повод дало это вам задуматься рассказывайте ваша история было ли у вас такое что парень пропал как вы на это реагировали может дадите девчонкам какие-то советы особенно девчонки меня смотрят у меня есть аудитория с 18 до 25 лет которые именно 20 лет 21 год которые в этом периоде возрастном очень и скажем так еще болезненно к этому относятся их еще жизнь не закалила и даже то что парень и мне перезвонил после свидания это звучит как какая-то трагедия так что девчонки не расстраивайтесь это не трагедия все нормально скоро увидимся всем пока